Не хуже, чем в Европе. В окрестностях поселка Сурок, в республике Мариэл, состоялось торжественное открытие реконструированного участка трассы Ишкарала-Зеленодольск. Шесть с лишним километров трассы практически построено заново с использованием передовых технологий и отвечают всем современным требованиям. Сюжет об этом событии смотрите далее. А я прощаюсь с вами, желаю всего доброго и хорошего настроения. С традиционными танцами народа Мари и вручением грамот лучшим работникам и руководителям организаций подрядчиков. Так открывали участок дороги Ишкарала-Зеленодольск длиной в 6 километров 200 метров, строительство которого досрочно завершилось в эти октябрьские дни. Почти 100 тысяч кубометров песчаного грунта, 46,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси и передовые технологии, как гарантия того, что это четырехполосное шоссе прослужит долго. Несмотря на суровый климат региона и высокую нагрузку на полотно. Строительство финансировалось из федерального бюджета. Сама дорога, изъятие земельных участков, подготовка территории, инфраструктурные объекты и два моста через Малый Кундыш обошлись в 728 миллионов рублей. Работа была проделана большая, потому что на сегодняшний день работал генеральный подрядчик Дорис. На сегодняшний день они все требования качества не удовлетворяют, поэтому практически постоянно был анализ, лабораторный анализ. Выезжали наши специалисты, практически все брали на качество и пробу, анализ и асфальтобетонной смеси. Поэтому, я думаю, она просто стоит долго в соответствии с теми гарантийного обязанностей, которые несет на себя генпотребственная организация. Дорожники поясняют, высокие темпы строительства были бы невозможны без всесторонней поддержки правительства республики. Было много вопросов по согласованию, в том числе по переустройству участков газопровода, проходящего вдоль трассы. И все они решались максимально оперативно. На эту дорогу в республике возлагают особые надежды. В перспективе она должна стать частью транснациональной трассы «Шелковый путь», проходящей от Пекина до Санкт-Петербурга. Большое будущее у этой магистрали, потому что сейчас же, как вы знаете, идет разговор о «Шелковом пути», то есть соединение с севера и юга, не только страны, а стран Дальнего и Ближнего Востока. То, что сегодня, вот это открытие этой дороги, это настолько важное событие для республики. Мы, наконец-то, воочию теперь знаем, что такое дорога первой категории, которая отвечает всем не только требованиям стандартов страны нашей, но и международным требованиям. Реконструкция трассы будет продолжена по планам в следующем году. Впереди у дорожников строительство объездной вокруг поселка Силикатный. В перспективе эта дорога станет четырехполосной на всем своем протяжении – от Йошкаралы до магистрали М7 «Волга».